25 ранг покорён. Эх, класс. Да, всё-таки WarGoth в вольном формате это жесть. Я хочу сделать, знаете, по классике. Монетка Barnes-Wisharajah. Смотрите сюда. Я читаю эту игру, давай. Всем привет и приветствую вас на моём канале. За микрофоном, как всегда, плагиат. И, наверное, давайте сыграем в Wild. На самом деле, я сам от себя не ожидал то, что я когда-либо вообще в этот формат зайду. Причём зайду не пофаниться какой-нибудь стандартной колодой, как многие люди делают. Насколько я знаю, много моих знакомых заходят в вольный формат только для того, чтобы условно взять зачистку всеобщей истерии, потому что, скорее всего... Я не знаю, что здесь за мета, но почему-то мне хочется взять всеобщую истерию, потому что у меня устоялось в голове, что это какой-то агрессивный будет шаман. А зачистка против шамана на этом вот биг присте это самое то, что нужно для того, чтобы выжить и использовать сущности, а не за тем. Как я и сказал в начале, здорово, 25-ый ранг. Если что, я просто врываюсь в Wild. Это видос вводный. Я очень надеюсь на вашу поддержку, потому что, как я уже сказал, я не ожидал, что я буду сюда врываться и вообще исследовать вот эту вот область хердстоуна под названием вольный формат. Ого! Блин, у меня такое чувство, что мы попались против малигос-шамана. Хотя, честно говоря, я вообще знать не могу. Я смотрел просто самые верхние метовые тир-1, тир-2 колоды, и, соответственно, мы сейчас сидим на тир-1 деке. Это Биг Прист, который мне и вам, я думаю, очень знаком. Хоть некоторые карты вам могут быть незнакомы, такие как Ишарадж или Барнс, если вы играете в хердстоун совсем недавно. Этот чел добирается, да, скорее всего, это что-то типа того, что нам совершенно не нужно. Многие мои знакомые, они заходят просто на обычных колодах, добивают себе... Это дрожигло, шуман, все, я понял. Добивают себе золотых героев, золотые портреты, просто играя на стандартных колодах, не крафтя ни одной вольной карты. А вот я решил, блин, почему бы и нет? Тем более на том самом покуплинге вольных комплектов карт набралось 4000 лайков, и, собственно, ну, раз сказал, так делай. Поэтому... Окей. Да, все-таки Wargoth в вольном формате это жесть. Собственно, сегодня мы с вами посмотрим на Биг Жреца. Понимаю, что это не самая бюджетная колода, да и вообще, я так заметил, что в бюджет для вольного формата слово незнакомое. Поэтому мы сейчас, наверное, словим какую-нибудь грозу. Давай сюда. Вот и, соответственно, будем надеяться только на такой рандом типа воскрешение, вечное служение, и то, что на следующем ходу он не сможет заюзать вулкан. Вообще, я не знаю, что он за карты будет юзать. Вы знаете, какой рендж карт используется в вольном формате, и насколько, например, на мой взгляд, этот формат сложнее, чем тот же самый... Давай, давай, Шараджа. Чем тот же самый стандартный формат, потому что в стандартном формате есть определенный набор карт, и вы просто берете, играете, вы знаете все деки. А здесь их просто нереально много, это невозможно угадать. Кстати, хороший ход сейчас, возможно, Катрину Муэрта она вызовет с глаз. Вот, и, допустим, сейчас я, честно говоря, ну, знаю то, что здесь, возможно, есть какой-нибудь условный, схожу-ка я в лицо, какой-нибудь условный дрожеглот. Но это все, это вся информация. Я не знаю, какие он еще прикольные штуки будет использовать. У меня, я без понятия, и мне это нравится, на самом деле, прямо сейчас. Давай, жабку, жабку, жабку. Нет, варгот. 8 маны, я не думаю, что он сможет зачистить. Да, там может быть та самая тройка, вот, я вот сейчас буду вспоминать карты, обожаю так делать, когда, типа, та самая тройка из большого турнира, который наносит 4-5 урона всем. Ну да. Здесь, конечно, шамана не сдобровать. Все-таки тир-1, знаете ли, деку взял, изи вин. 25-й ранг покорен. Эх, класс. Очередной шаман, очередной чувак, который, наверное, я не знаю, какой-то квест выполняет здесь. Не знаю, 25-й ранг это, 25-й вольный ранг, это, очевидно, не то место, где мне нужно находиться с этой колодой. Я сейчас чувствую себя немножко не в своей тарелке. В том плане, что... Кстати, всеобщая истерия здесь зайдет. Хоть убейте, но в этот раз я ее возьму с темных введений и законтрю вот этого суперагрессивного шамана, который играет через мега-агрессию. Вот, видите, он уже наспавил волков, а всеобщая истерия как бы все затасит. Я хочу сделать, знаете, по классике. Монетка Барнс Вишараджа. Смотрите сюда. Я читаю эту игру, давай. Эх, влеча всего лишь. Нэ, подумаешь. О, ешка, которая чистит твой стол. Ха-ха-ха. О, я какой-то кайф получаю, не знаю. Это, знаете, как вот ностальгия конкретная. Хотя, ну, о какой ностальгии можно говорить вот в этой колоде, да? Она совсем... Она имеет карты из последнего года. То есть это даже не какой-нибудь там, не знаю, ГВГ. Вот, световая бомба, да, из ГВГ. Вот это для лдов. А остальное, это так, туда-сюда. Окей, здесь мы можем сделать смерть и разложение, но... Конечно, можем воскрешение сделать. Но воскресить Барнса, это такое. Он, конечно же, отыграл от воскрешения, это круто. Уважуха. Но я, пожалуй, просто зачищу это. Вот, и все как бы. Темп очистили. Если что, у меня есть еще всеобщая истерия, которая весь стол чистит. Потом ментальный крик, ментальный крик. То есть, понятно, да? Здесь колода реально имбовая. Я говорю вам про вот этого Биг Жреца. Что еще забавно, вот, касательно вот этого формата, это то, что я очень волновался, что если я буду показывать какие-то колоды, если вам, конечно, будет интересно, то есть... А как про весь ваш интерес, вы, наверное, спрашиваете у меня, типа, Костя, слушай, если ты вот хочешь снимать, то вот как нам доказать то, что нам интересно реально смотреть ролики с этими геймплеями? Просто влепите лайк. Если этот ролик наберет 5000 лайков, то без вопросов. То есть, я продолжу пилить вольный формат. Для меня это не свойственно, но потом я подумал, что, блин, я выпускаю контент лишь по 30% этой игры. То есть, я про рейтинговый режим делаю, про колоды рейтингового формата делаю, все делаю, но это же все... Это же не вся игра, еще есть вольный формат, еще есть арена, еще есть приключения, еще есть куча всего, куча контента. Ну, потасовки там, ну, само понимать, такое есть контент. Ладно, неважно. В результате хочется, конечно, ду жабу убить и сделать воскрешение, но хочется сделать варгота и два воскрешения. И победить просто. Варгота, воскрешение, победа, смотри. Опа, погнали. Пожалуйста, не второго Барнса, я очень прошу. Хорошо! Жалко, что не убил дух жабы, возможно, это самое главное имписьло этого матча, но у меня есть ментальный крик, он все зачистит, я это все замешиваю ему туда, он такой сидит, черт, что поделать. Я такой, не, бывает. Если вам понравится, я буду крайне благодарен и с удовольствием сниму еще. Так вот, я думал, что, блин, я зайду в вольный формат и не буду понимать, что мне делать тут, потому что колоды все-таки необычные какие-то. Но на самом деле, вот, зашел приз, супер, вообще, шарю, как играть, если у вас все эти карты есть, то вообще изи мулиган, вы мулиганите, если это агрессивная колода, то астральная плеть, для того, чтобы, ну, агрессивная колода, которая отталкивается от стола, я имею в виду, да? Если это более тяжелая колода, то вы оставляете Барнса, вообще, с удовольствием, изи бризи, джапонизи. Кстати говоря, о джапонизи, может быть, мы сделаем две сущности тени при помощи варгота? Я думаю, да, давай-ка лич и какого-нибудь еще обсидиановую статуи будет вообще супер-найс. Ну как же она крутит, просто кайф! Отлично, здесь еще и хватка смерти, хотя, блин, у него там красить особо ничего и, я думаю, ничего полезного там не будет, но тем не менее. Вот, значит, по мулигану это астральная плеть против колод, которые отталкиваются от стола агрессивных, типа паладин, например. Я удивился то, что нечетный паладин вообще разваливает весь этот формат. Ну, мне это подписчик сказал, но вроде как должно быть, я еще не сталкивался, только шаманы пока что. 25 ранг, знаете ли? Потом, если... Вообще, в любом ачапе Барнса, можете оставлять, серьезно, Барнс стреляет нужную карту, все, досидули все подряд там. Окей, Катрена Муэрта. Можем сделать всеобщую истерию, но, как бы, тут все убьется, я уверен. Надеюсь, хоть что-нибудь выживет. Мои выжили лоу. Я нормально ральнул? Нет, не нормально. А, это я один раз истерию сделал, окей, потом еще раз, и все умирают, да? Супер, вообще класс. Ну, давай хватку смерти тогда. Можем вот так разменяться по дифейсу и, надеюсь, он костанет еще раз двойку. Красава, спасибо, Варгот. Ну, Варгот, как бы, в своем репертуаре, просто, что хочет, что и делает. Наверное, потому что я его называл ругалом раньше очень много, он обиделся на меня и такой, не, буду ралять то, что я хочу. Окей. И вот сейчас я уже немножко напрягся. И, кстати, заметьте, он играет только картами из стандартного формата. То есть это такой дефолт, просто шок. Но сейчас по-хорошему ральнуть лича или обсидианную статуи, и как бы до свидания. Изи. Ну, он потратил один ремовал, земной шок, то есть это не такой уж и ремовал, но ремовал провокации так точно. Еще хекс и еще земной шок. Но не думаю, что тут больше одного хекса играют. Вау, это, я считаю, так сейчас спас отлетало сейчас на рандоме. Класс. Вот это мне нравится, конечно. Ой-ой-ой. Раляет провокацию, живет. Хотя нет, не живет, у меня же есть слово тьмы-боль. Да, это жестко. Попались против ханта, я опять же вообще понятия не имею, против какого ханта мы попались. Но я на всякий случай слово тьмы-боль оставил. Я убрал на мулигане астральную плеть, потому что не поверил в то, что он прям конкретно будет давить. Предпочел какой-нибудь ремовал того же самого 3-2 за 2. Ярко... Ну вот, я уже все карты забыл. Как только они выходят из-за вольного формата, у меня названия карт просто пропадают. Эффекты сохраняются, а названия пропадают. Окей. Это очень сильно напоминает биг ханта. Ремовал есть. Не хочу его тратить, мне эти два урона ничего не сделают. Особенно, когда приходит варгот и такой типа Хей, подэй. Правда, не знаю, ставить его или нет. По винкондишну вы сами понимаете, да? Просто берешь, ставишь варготу, он все за тебя делает. Берешь, ставишь барнса, все делаю. Барнс сабдэка, прикинь? Нет, окей. Ишараш пришел, уже немножко грустненько становится. Можем сейчас оба существа убить. Слово тьмы использовать потом запретные слова. Делаем? Ну, тип, не знаю. Можем попробовать. Можем не попробовать. Я, пожалуй, оставлю. Ну, лучше я убью какого-нибудь животного, какого-нибудь зверя за контроль при помощи запретных слов. Сначала похильтесь, потом запретные слова, если атака там три или меньше. И потом сделаю сущность тени. Окей, супер. Это леок. Это прям супер хорошо. Мне очень нравится. Обязательно перед тем, как запретные слова используете, похильтесь. И если у вас маны хватает, оставшиеся маны равны атаке. Потому что если вы используете сразу, то у вас вся мана потратится. Просто держу в курсе. Так механика запретная работает. Окей, окей. Сейчас не очень приятно. Но надеюсь, сейчас что-нибудь супер приятное вылетит с сущности тени. Вот именно это я и хотел. Серьезно. Вот именно это я и хотел. Ну, прям один в один. Еще, правда, с табдекой я хотел бы сейчас воскрешение получить и использовать. И было бы вообще супер nice. Кстати, говоря об этой колоде, если у вас все карты, конечно же, есть, если вы ей увлекаетесь. Кстати, не только. Хотел очень много мыслей по поводу этого формата. Прям реально. И хочется сейчас все разложить по полочкам. Он, к сожалению, в последней катке, до которой не все досматривают. Но если вы досмотрели, то я буду очень благодарен, если вы напишите в комментариях, играете ли вы вообще в вольный формат. Серьезно. Потому что, ну, некоторые, как бы, этим не увлекаются. Как результат, сами понимаете. Смысл им смотреть эти ролики как бы нету. Хотя мне бы было весело посмотреть, как кто-нибудь играет в вольный. Я иногда смотрю Day in Hearthstone, если вы знаете, такой очень популярный чувак. И второе, это то, что если вы играете на этой колоде, то вокруг этого биг-преста вольного, Blizzard фокусирует очень много внимания, на самом деле. И они не раз говорили, они в плане некоторой разработчики не раз говорили о том, что бы... Использую оберег, потому что у меня и так два существа всего умерло. И сейчас варгот повторит. И воскресит две таких штуки. Ну, и это имба. В общем, они не раз говорили, что это полная имба. И будут нерфить. Но пока что, пока мы можем, мы апаемся. Это всего лишь 25 ранг. Я извиняюсь, мне неловко. Но это как бы врыв, поэтому не обращайся внимания. Вдруг возьмем легенду там. А почему нет? Если мне в стандарте не прет, почему нет? Здесь мы, очевидно, раз у чувака щитоносец и морозный Йети попались против новичка. Обидно. Я консидну ему в конце, если он мне позволит. Опущу до одного хп и консидну, потому что... Ну, что мне эта победа? Камон. А он, может, хочет в Харсун поиграть. Вспомнить молодость. У него есть какие-то карты, я вижу. Ну, из лича. Просто у меня уже вот этот вот чуйка на какие-то хорошие колоды. Я пытаюсь понять архетипы тир-1. Но я забываю то, что я на 25 ранге играю. И, наверное, вы все-таки сидите за монитором. Блин, плагиат, что ты несешь? Тут же, типа, вообще даже не близко. Пау, и как бы... Здравствуйте. Это вольный формат? Кажется, у вас немножко не хватает баланса. Да, да, да. Да как это обыграть? Алло. Я бы Мирор поиграл, это было бы найс. Приходит такой плагиат со своими тысячами пыли. И душит бедных хантов. Братан, ну, смотри сюда. Значит, 12. По-моему, у него 2 хп остается, нет? Если я сейчас бьюсь. Да. Все, вау-плейт. Я, пожалуй, консидну. Отдыхай, чувак. Я, как бы, пришел не за тем, чтобы унижать бедных новичков. Да я еще и звезды не теряю. Хе! Что ж, огромное вам спасибо за просмотр. Если вы досмотрели досюда, надеюсь, мое прекрасное поведение против новичков заслужит еще одного лайка, комменты и подписки на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Код колоды вы сможете найти в описании, если вы вдруг играете в вольный формат. Я буду крайне благодарен вам за поддержку, потому что вольный формат-то все-таки мной еще неизведанный, особенно такой регион, такое место. Поэтому, если вы поддержите, если вам будет интересно, я буду только с удовольствием пилить, тратить свою пыль на все эти деки. И, кстати, не забывайте, если вы хотите посмотреть еще вольного формата, то оставьте пожелание, какую колоду вы хотите увидеть. Я знаю, что в вольном очень много нереально интересных дек, и хотелось бы показывать вам только самые-самые интересные. Ну, а за микрофоном был Качество Плэйя. Еще раз большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем стриме. Кстати, возможно, мы на следующем стриме в вольном формате поиграем. И в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok